Здравствуйте, уважаемые зрители, я приглашаю вас на свой мастер-класс, который сегодня проходит на интернете шоу-форума, называется онлайн-братитинг, возможности для бизнеса. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Друзья, здравствуйте, мы имя мастер-класса, те, кто отличники именно себя, кто любит, кто любит, кто любит, слава я, нет, но любит. Мастер-класс называется онлайн-братитинг, новые возможности для любого бизнеса. Все те, кто находятся за пределами, приглашаю, присоединяйтесь, чай, нить, кофе, свои вопросы, своим опытом. Ведет мастер-класс Татьяна Соколова, создатель бренда Ideal Forbes, владелец франчайдинговой сети в салонах профитника, автор курса по подбору белья, сам себе профитер, Катьяна Банускова. Вот, спасибо вам, что успею, было очень приятно. Всем доброе утро, молодцы, что пришли. Я надеюсь, что я буду для вас сегодня полезна. У нас очень интересная тема, которая всегда вызывает бурю обсуждений, бурю противоречий. Я думаю, что она очень важная. Когда мне предложили выступать, я сразу задала организаторам вопрос, про что рассказывать. Потому что у меня очень много тем, которые я могу раскрыть. Но мне хотелось, чтобы я была максимально полезна для тех, кто найдет возможность прийти на выставку. И был запрос на, Тань, надо рассказать про что-то, как дальше вообще выживать, что делать. И, собственно говоря, вдруг нечто подобное когда-то повторится снова. И как быть к этому готовым. Я говорю, ну отлично, хорошо, давай поговорим про онлайн. Потому что глупо сейчас отрицать, что онлайн-продажи растут, и они дальше будут расти. И если вы не переформатируетесь под онлайн-продажи, то вы просто в какой-то момент времени закроетесь. Нравится это кому-то или нет, но это неизбежная реальность. И статистика говорит о том, что онлайн-продажи увеличиваются. И здесь очень противоречивый момент, скажем так. Потому что когда я запускала свой курс по онлайн-подбору и обучению, как вообще подбирать правильное белье, все говорили о том, что этому научить онлайн невозможно. Но, собственно говоря, курсу уже почти два года, и ничего, успешно все работают. И все свои салоны я все запускала дистанционно. И, собственно говоря, если уж можно научить подбирать дистанционно, то и продать. Можно тоже дистанционно. И это может быть ничем не хуже услуга, чем она производится оффлайн. Вопросы мы раскроем такие, как брофитеру выйти в онлайн. Я не буду вам рассказывать про социальные сети и все в таком духе. Я хочу именно сконцентрироваться на моменте, как вы, как брофитер, как вы будете обслуживать онлайн. Как эта процедура будет происходить. Как ее оказать удаленно, качественно, так, чтобы это были минимальные потери. И какие это для вас возможности, и какие с этим есть риски. Я сама живу и работаю в Санкт-Петербурге, но где-то 45% моих клиентов – это регионы. И когда я только начинала, в принципе, вообще подбирать белье, я всегда очень переживала, как я буду делать это удаленно. Но, и я сейчас скажу, я сопротивлялась и иногда отказывала что-то отправлять. Но клиентки говорят, Таня, ну ты издеваешься, что ли? Ты вот мне все показала, рассказала. Мне теперь надо совершить этот квест, где-то найти этот правильный бейсгальтер. Продай ты мне его сама. Я говорю, мне же страшно, да? Мне же надо проконтролировать весь процесс. Она говорит, ну давай ты мне отправишь, я померяю, и тебе фотографии скину. И ты скажешь, хорошо он сидит или нет. И вот, собственно говоря, с этого, наверное, все началось. И в какой-то мере это стало системой и показало, что на самом деле можно качественно отрабатывать и удаленно. Я, если вдруг кто не знает, да, кто первый раз, у меня профессиональный опыт подбора 10 лет. Я создатель бренда «Идеал Форенс», это сеть салонов профитинга. Мы не работаем на одном бренде, у нас мультибренд. В нашем портфеле более 50 брендов. И, естественно, мы не закупаем полные коллекции всех брендов. Мы выбираем самые удачные модели. Собственно говоря, что я и вам советую делать. Про курсы я уже вам сказала. Сейчас у нас, кстати, будет новый курс, вот именно посвященный дистанционному подбору. Это просят и мои студенты, кто проходил основной курс, потому что есть вопросы, на которые нет ответов. Я постаралась собрать максимально все возражения и раскрою их в таком интенсиве, можно сказать. Это будет, наверное, три урока, но я постараюсь максимально полно. В общем, я с вами сегодня вот как раз-таки кусочком из курса поделюсь, что там будет. Как ввести? То есть, на самом деле, если к вам клиент говорит о том, что он хочет дистанционный подбор, мы сразу давайте с вами разграничим, что такое подбор и продажа. Это не когда вам клиентка пишет, я хочу 90С, мне, пожалуйста, беленький, синенький и черненький. Вы пакуете три бюстгальтера и отправляете. Это не дистанционный подбор, это просто продажа бюстгальтеров. Дистанционный подбор – это когда вы в прямом смысле удаленно работаете с клиентом. И на самом деле это высшая степень доверия к вам как профессионалу. Это значит, что вы смогли сформировать мнение у клиента, что вам можно себя доверить, потому что она ни разу вас в жизни не видела, но при этом она готова вам себя показать. Все же прекрасно понимают, что брофитинг – это интимная, можно сказать, услуга. Что брофитеры даже в офлайне работают в примерочной с клиенткой, и клиентка раздевается перед специалистом. А здесь ты доверяешь человеку, которого ты вообще в жизни никогда не видел. И знаешь его только по социальным сетям, например. Так вот первое, с чего нужно начинать, это как раз-таки формирование своей лояльной аудитории. И в своих социальных сетях, неважно на какой платформе вы позиционируетесь, базируетесь, на чем вы делаете акцент, вы должны сформировать мнение у покупателя о том, что вы профессионал, которому можно доверять. И только после этого, если это у вас получится сформировать, даже если это будет новый, например, человек, который зашел к вам на страницу, прочитав несколько ваших постов, все же знают, что читают первые в основном, три, потом еще три и еще три. Читать до конца никто вас не будет, поэтому в первых трех постах должна быть максимальная информация, которая будет вызывать доверие к вам. И здесь без системного подхода у вас ничего не получится, то есть набегом, наскоком ничего вы не сможете проделать качественно, поэтому здесь нужно определиться, как вы это будете делать. Если вы, например, только начинаете, то, естественно, ни о каком дистанционном подборе с продажей речи не может быть, потому что вы в оффлайне-то боитесь ее трогать, а в онлайне у вас вообще будет дикий стресс, вы, наверное, будете переживать больше, чем она. И вы сами выбираете, какой для вас комфортен формат подбора вот этих самых онлайн-консультаций, потому что вам нужна насмотренность, вам нужен опыт. Кто занимается стилистикой, тот знает, что такое насмотренность. Это когда пройдет через тебя определенное количество клиентов, когда ты посмотришь определенное количество показов, журналов, не знаю, точно так же, как с брофитингом. Пока через тебя не пройдет тысяча женщин, ты до конца никогда не сможешь быть уверен, что все будет делать хорошо. Поэтому вы сами определяетесь. Вы можете работать просто в формате консультации, то есть не отправлять белье, но так и позиционировать о том, что вы поможете с определением формы груди, вы рассчитаете размер, вы сможете разобрать ошибки ее гардеробы, то есть она пришлет вам, например, фотографии своих бюстгальтеров, которые ей нравятся по форме, по посадке, и вы сможете разобрать, где ошибки и что можно поменять. И, естественно, это надо делать за деньги. Либо, например, объявляете акцию и просто консультируете женщину, и, поверьте, она задумается, и, скорее всего, второй раз она снова к вам обратится, уже за покупкой. Второй вариант – это консультации с рекомендациями. Это тоже, когда вы не отправляете белье, а когда вы тоже помогаете определить форму груди, рассчитать вилку размеров, точно так же разобрать ее гардероб, но и, например, составить какую-то презентацию с теми формами, размерами, например, или вариантами из разных брендов в разной ценовой категории. Можете спросить, какой у нее есть бюджет, собственно говоря, на обновление гардероба, и составить ей варианты, что она может и где посмотреть. Я знаю, что есть специалисты, которые работают только в онлайне, они прямо в презентации вставляют ссылки на определенные модели и, собственно говоря, отправляют женщину на онлайн-площадку. Естественно, вы должны знать особенности этих моделей. То есть вот просто там с интернета что-то искать – это, конечно, не вариант. И это тоже будет платная услуга. Стоимость вы определяете сами, исходя из своих трудозатрат, сколько у вас это занимает времени. Я могу сказать, что когда я тренировалась, я полтора года делала это бесплатно. Просто для того, чтобы выработать эту самую насмотренность. Потому что если сейчас, например, увидя любую женщину, даже в качестве девочек-моделей, которые ходят, и видишь, что понятно, что они ходят в образцах, но можно уже сразу с лету сказать, какой у нее размер. И чаще всего ты попадаешь в это. И это не какая-то там суперсила, это просто глазомер, который нарабатывается. Это как навык. Поэтому каждая сможет это в себе работать. И консультация с продажей – это та же самая полноценная консультация, то же самое определение формы груди, расчет размеров. Разбирайте ошибки ее, бюстгальтера. Почему? Потому что если вы сразу ее будете предлагать, то не факт, что она вас купит. Она должна понять, а чем же так плох тот бюстгальтер, который сейчас на ней. Я обычно прошу прислать мне фотографию своего любимого бюстгальтера. Нужно понимать, что можно, так скажем, схватить такое сопротивление, как, блин, у вас очень классная услуга, очень у вас здорово, но у меня и так все в порядке. Потому что признать, что ты 20 лет из своих 40 носила неправильное белье, может не каждая. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратной, тактичной и мягко намекнуть о том, что вы так прекрасны, давайте сделаем вас еще прекраснее. Я знаю, как это сделать, и как это можно сделать с помощью бюстгальтера. О том, что у вас на вас и одежда будет сидеть гораздо лучше, и выглядеть вы будете стройнее, и грудь будет выше, и комфорт у вас будет ежедневный. И не только в одном любимом бюстгальтере, а вот какой бы вы из своего ящика не достали, он будет любимый. Поэтому это, конечно, высшая степень признания. И когда вы консультируете с продажей, то вы должны четко понимать, как будет проходить эта самая услуга. И когда вы отправляете белье, здесь на самом деле вы должны диктовать условия, как будет проходить эта услуга. Не клиент вам говорит, пришлите мне 15 штук, я померю и выберу самый лучший. Нет, это так не работает. Здесь, помимо практики, которая у вас должна быть ежедневно, и я вообще рекомендую, если вы работаете в оффлайне, у вас есть постоянные клиенты, которые уже, например, не первый раз у вас что-то покупают, часто говорят, Таня, ну можно я не буду мерить, можно я вот просто вот сейчас приду, возьму и побегу. Нет, нельзя. Потому что мы все меняемся, женский организм цикличен. Мы за один месяц можем три раза похудеть, три раза поправиться. И, соответственно, белье, оно тоже в разных марках, даже если одна и та же модель, она может быть разного цвета. Все вы знаете, что черные красители усаживают ткань, и один и тот же артикул в бежевом и в черном цвете могут быть абсолютно разные по своей размерности. Нет, нельзя. Значит, идем и примеряем, и смотрим, как сидит, и вы тоже отрабатываете эту услугу. Здесь то же самое. Постоянно, никогда не сбрасывайте существ, и это будет постоянно вас тренировать, вот эту самую насмотренность. И у вас должно быть четкое понимание своего ассортимента. То есть, знаете, закупки не должны быть. Вот это нравится мне, поэтому я этого куплю побольше. Вот, например, я не люблю зеленый, я люблю розовый, поэтому я куплю розовый. Нет, должна быть система, и на самом деле вы должны знать свой ассортимент. Не клиент вам должен говорить, вы знаете, у вас этого бренда нет, но вы специально для меня закупите. Это то, что касается дистанционного брофитинга. Это так работать не будет. Почему? Потому что дистанционно отправлять белье можно только то, в котором вы знаете, как оно по посадке. Для того, чтобы не было, ну, знаете, ой, я даже не знала, что оно так сидит. Такого быть не должно. И если это, например, первый дистанционный подбор, и вы никогда ничего не подбирали этому клиенту, я вообще рекомендую, кроме классики, на первый раз вообще ничего не отправлять. И лучше всего, если это будет проверенная вами модель, то есть в которой вот вы уверены 100%, что она садится идеально. И вот вы должны найти для себя такую модель. Те, кто занимается брофитингом, у них чаще всего есть в ассортименте модели, это могут быть и разные бренды, разные ценовые категории, на которых они, собственно говоря, оказывают услугу. Это та модель, ну, знаете, как вот, называю, как золотой стандарт, который ты вот одеваешь, и это точно стартовый размер этой клиентки. Что такое стартовый размер? Это тот размер, с которого начинается примерка. Все же прекрасно понимаем, лекала разные, материалы разные. Где-то пояс туже, где-то пояс слабее, где-то чашка больше мерит, где-то чашка маломерит. Где-то чашка может быть с одним вертикальным швом, где-то она может быть с двумя вертикальными швом. Это будут абсолютно разные посадки. Поменяли сеточку, взяли там из другой партии, все, она плотнее, она уже там пережимает. И вот все эти детали должны знать вы, а не клиент. И нельзя оставлять это на выбор клиента. И ей нужно объяснить о том, что если вы хотите купить три бюстгальтера, то на примерку вам приедет 15. То есть как это работает? Например, если вы рассчитали у клиента стартовый размер 70G или 70F, вы прекрасно понимаете, что вот так вот с лету в один бюстгальтер вы вряд ли попадете. И должна быть вилка размеров. Если это 70F, то это 65G и 75E. Вот эти три как минимум должны поехать. И плюс еще два. То есть идем в 60-й и 80-й пояс. Вот и пять бюстгальтеров одного артикула у вас должно быть в наличии в одной вот этой модели для того, чтобы их отправить на примерку. Мы не отправляем один, мы отправляем пять. И дальше клиенту нужно обязательно объяснить, как надо производить примерку. Это отдельная история на самом деле, потому что у некоторых это вот... Но мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Как вы анализируете свой ассортимент? Вот просто возьмите, я не знаю, если вы ведете товарный учет, возьмите, выгрузите всю свою ассортиментную матрицу. Разбейте ее, если вы этого не делали. Например, у меня, когда запускается салон, он получает матрицу. Они разбиты по формам, по цветам, по размерам. Это обязательно. Чтобы открыть таблицу и сразу наглядно увидеть, а что у тебя будет? Какой размерный ряд покрывает эта матрица? Какие формы будут? Все ли есть формы для работы? Соответственно, вы анализируете свой ассортимент по формам, по размерному ряду. Но если у вас 12 размеров, это не онлайн-подбор. Понимаете, да? Что вы... Ну, это очень мало, что вы сможете предложить на каждого клиента. То есть вы, если вы, например, работаете с определенной аудиторией подростковой, ну, ей чаще этот подбор не нужен. Они и так безгалтера покупают там за, не знаю, тысячу рублей. И она там поносила три дня и выбросила. Ну, мы говорим немножко про другую аудиторию, которая уже больше думает про свой комфорт. И там, естественно, ассортимент должен быть больше. По цветам. Ну, то есть у вас должна быть классика, да? Бежевый – это прямо обязательно. Нравится он кому-то не нравится. Но это тот цвет, на котором должна производиться примерка. Еще раз повторюсь, потому что черный цвет может маломерить. Потому что черные красители, темные, они усаживают ткань. И если вы подбирали на черном белье, а потом клиентка захочет бежевый, то он ей может быть просто большим. И по сезонам, по цветам, это вот я сказала, по сезонам. Есть сезонные коллекции. Невозможно скупить всю красоту на свете. Невозможно. Ну, вот это нереально. Никаких денег не хватит. И нет в этом никакого смысла. По сезонам, ну, например, мы делаем таким образом. Мы смотрим, что и какие размеры у нас самые продаваемые. Это легко сделать, если у вас есть товарный учет. И когда вы формируете матрицу на сезон именно по моде, ориентируетесь на те размеры, которые у вас лучше всего продаются. Не надо брать эти километровые ряды, которые вы потом будете через 5 месяцев сливать за 70% скидки. Зачем? Не надо. Если у вас есть ваша лояльная аудитория, если у вас есть VIP-клиенты, можно им прямым текстом предлагать предзаказы на моду. И тем самым тестировать интерес клиентов. Да. А есть вообще спрос на вот то, что сейчас предлагают? Или можно вообще не погружаться в это, вот выбрать там 3-4 коллекции для того, чтобы просто был и инфоповод, и была возможность что-то новенькое показать, и не заострять на вот этом внимание. То есть посмотрите, достаточно ли вот в той самой модели, которую вы будете производить подбор, та, которая будет такая пробная, и прям клиенту и говорить о том, что я сейчас отправить вам, например, ту моду, которую вы хотите, я не могу, потому что я сама не знаю, как она сидит. Но даже вот здесь мы ходим по выставке, в большой, в большей степени висят образцы. То есть то, что будет в конечном итоге, не знает еще даже сам дистрибьютор. И вы не можете взять на себя эту ответственность и сказать, как будет сидеть каждая новая модель. Это невозможно. Соответственно, пока вы ее оффлайн не потестите, онлайн вы ее нормально не продадите. Но это либо, знаете, такая счастливая случайность, нежели закономерность. Поэтому все новинки вы вначале тестите в оффлайне и только потом предлагаете в онлайн. И клиент так и объясняет, что я бы рада вам отправить. Давайте мы определимся с вашим размером. Я посмотрю, как на вас сядет вот эта вот модель, с которой я работаю, в которой я уверена. И потом мы сможем вам предложить новинки. Как раз у меня будет время их потестировать и я буду узнать, как она будет сидеть. И вам, поверьте, клиент это оценит, адекватный клиент это оценит. Она поймет, что это не потому, что это такая вредина и не хотите ее удовлетворить, а потому, что вы заботитесь о ней, о ее времени, о ее кошельке. И вот, знаете, представляете, это же жуткое разочарование, когда ты заплатил деньги, а белье тебе не подошло. Зачем вот эти вот бельевые кучи потом в шкафу? Они не нужны. Проанализируйте, как составлена ваша матрица. То есть, если вы делаете закупки наскоком, набегом, это приведет к тому, что у вас будет сборная солянка по 3-4 бюстгальтера болтаться в магазине и никакой представленности, никакой системы не будет. И в скором времени вы просто начнете распродавать по одной штуке, просто чтобы уже продать. Но это уже не про подбор, а вот просто, чтобы освободить вешалки. Как составлен ваш ассортимент? Он составлен вширь, то есть на большое количество моделей, на большой цветовой диапазон, или все-таки вглубь. Потому что обычный ритейл, тот, который концентрируется на 12-16 размеров, они всегда с гордостью говорят о том, что у нас выходит по 5-6 новых линей каждые 2 месяца. Я понимаю, что для них это возможно достижение, но для меня это разнозначно. Мы вообще никак не следим, как это садится. Мы просто продаем красивые бюстгальтеры. Такое тоже имеет место быть. Но для дистанционного подбора это все. Смерть, можно так сказать. Поэтому ваш ассортимент должен выстраиваться вглубь. И, например, почему в салонах брофитинга нет такого буйства красок? Да потому что там только один бюстгальтер может быть в наличии в 50 размерах. Ни один обычный ритейл не может себе этого позволить. Не смогут они выпускать по 5 линий, по 50 размеров и все это успешно продавать. Все вы прекрасно знаете, какой цикл проходит бюстгальтер, какой цикл продажи в салонах брофитинга и какой цикл продажи в обычном ритейле. Это даже невозможно сравнивать. И опять же, знаете, вопрос, как вы составляете эту матрицу? На своих личных предпочтениях? Или вы все-таки у клиента интересуетесь, что они вообще хотят? Это нормальная история, когда вы можете, например, показать, все здесь на выставке были, все стопроцентно снимали какие-то новинки. И у вас, ну вот, например, у меня есть фокус-группа, те 10 человек в ВИП-клиентов, которые лично со мной на связи. Я могу им отправить несколько моделей, сказать, как тебе? И она мне честно ответит, нравится, не нравится, заказала она бы себе это или нет. И для меня, потому что я, например, ну очень субъективна. То есть я могу заказывать того, что потом будет просто висеть, ну я бы это купила, но клиенты на это вообще могут, ну да, симпатично, но мне и так нормально. А вот что именно их цепляет? Надо вот понять, вот где вот это вот, что для них прям важно, что им нравится. И на основе этого делать заказы. Хорошо проанализировать, если вдруг вам чего-то не хватает. Проанализировать, может быть, вот именно этим и нужно восполнить. Не какой-то красотой, а может быть, возможно, база вообще нужна. Может, у вас базы-то нет, может, у вас в магазине одна только красота, а работать-то вам на самом деле не на чем. То есть размер определить у вас, ну нет у этой модели. Значит, ее нужно ввести в свой ассортимент. Ой, я, наверное, далеко ушла. Так, а что? Да. Там, правда, чек-лист на экране, я просто не вижу. Да, отлично. Я рекомендую вообще составить свой чек-лист для онлайн-подбора. Это может быть таблица в Excel. Вы на самом деле можете эту таблицу отправлять клиентам. Я, например, так и делала. Они заполняют эту таблицу, потому что, вот, знаете, такой этот длинный текст, пожалуйста, пришлите мне объем груди, объем под грудью, что вы носили до этого. Никто не будет заполнять вот это вот. Не хотят люди это писать. Пришлите табличку небольшую с ключевыми параметрами, которые вам нужны. Вы сами определяетесь, что для вас нужно. В идеале, для того, чтобы произвести качественный брофитинг, вы должны знать рост, вес, возраст. Естественно, вы должны понимать, что это за женщина. Иногда, когда в социальных сетях пишут, а у них на аватарке котики, а в аккаунте одни цветочки, ну вообще невозможно угадать, что там за женщина сидит. И какая у нее цель покупки? Что она хочет вообще? Куда ей нужен этот бюстгальтер? Это база на каждый день? Или у нее какое-то мероприятие, и есть уже определенное платье, наряд, под который она подбирает этот самый бюстгальтер? Что она любит вообще по форме, по цвету? Ну, на самом деле, 99% любят балконеты, либо пушапы. Это несложно догадаться. Но иногда есть женщины, которые говорят, вот я ничего не буду покупать с костями. И, ну вы, как сказать, это не значит, что вы не будете ей кости предлагать. Но вы должны знать, что у нее будет это самое возражение по поводу каркасного белья. И вам нужно это возражение будет отработать. Почему оно необходимо в ее гардеробе? Или сразу готовьтесь к тому, что вы будете делать подбор на белье без костей. Оно у вас вообще есть в ассортименте? Или у вас две модели в трех размерах? Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Дальше. Вам нужны ее замеры. Вы должны, для того, чтобы понимать, какой ей предлагать объем, например, пояса, вы должны знать, какая у нее форма спины. Потому что они тоже бывают разные. Без этого никуда. Вам нужно понимать, какое у нее распределение полноты груди по горизонтали, по вертикали. Потому что есть внешняя, внутренняя полнота. От этого будет зависеть, как будет распределяться масса груди в самом бюстгальтере. Может, у нее будут пустоты внутри у перемычки. Или наоборот, пустота под груди, если кости будут высокие и узкие. Это все нужно учитывать. И вы должны знать о вашем ассортименте. Какие кости преобладают? Они все узкие и высокие? Или они все на низкую и широкую грудь? Вы в этом аспекте анализировали свой ассортимент? Или нет? Какая высота у самой груди? Потому что здесь не только рост имеет значение. Какая ширина основания у груди? Потому что это тоже имеет значение. И если вы этих нюансов не знаете, то вам будет очень сложно сказать, что попадание будет 99%. И, соответственно, сразу предупреждать клиентку, что вам нужны фотографии или видео. И здесь это очень интимный момент, кто скажет, а где гарантия, что вы эти фотографии не сольете потом куда-нибудь? Это такое может быть. И вот здесь все будет зависеть от степени доверия, которая к вам есть. Мне присылали фотографии, но я не прошу лицо, мне нужна только грудь. Я прошу фотографии и в бюстгальтере, и сбоку, и со спины. Потому что если грудь большая, то вряд ли вы определите просто фронтально, какая, ну, как скажем, масштаб. Потому что, ну, мы это подробно на курсе разберем, но я просто вам скажу, есть V-образная спина, есть A-образная спина, есть просто прямая спина. В основном производители шьют стандарта на прямую спину. На вот такой вот столбик. А посмотрите на спортсменок. У них же у всех V-образная спина, у них всех грудная клетка шире. А это что? А это погрешность в поясе. Потому что когда идет замер под грудью и замер по груди, то по груди он будет явно во много раз больше, чем под. Но вот эту разницу в поясе, вот эту дельту, которая может быть на погрешность, и потом из-за нее могут возникать пустоты, мало кто вообще учитывает. А если эта девушка стройненькая, с узкой спиной, но с большой грудью, вы возьмете для нее широкие кости, которые у нее в прямом смысле на лопатках сойдутся. Потому что ей много. И это тоже нужно обязательно учитывать. Я, наверное, сейчас всех напугала, сказали, ну его нафиг, этот парафитинг онлайн. Составьте инструкции, чтобы не мучиться, чтобы каждый раз не распинаться, чтобы каждый раз не писать клиенту одно и то же. Сделайте инструкции, как правильно снять мерки. Вот, наверное, это самое тоже сложное для многих. Столько видео снято. У всех брендов какая-то своя система. Кто-то спрашивает, а как правильно на бюстгальтер или без бюстгальтера снимать мерки. Ну, вообще здесь, конечно, все будет зависеть от того, какой масштаб груди. Если это девушка со средним размером груди, и она еще в прекрасном состоянии, пусть она снимает мерки по обнаженной груди. Если эта грудь уже кормящая женщины и достаточно большая, и у нее уже есть птоз, то если она вам замерит по обнаженной груди, то вы на эти параметры никогда в жизни дистанционно ей ничего правильного не подберете, потому что у нее вся масса ушла вниз. Поэтому если это большая грудь, то мы делаем замеры в мягком бюстгальтере, для того, чтобы поднять ее. Но если она до этого носила неправильный размер, и в 99% случаев так оно и есть, то если бретели будут на плечах, то замер по груди будет неверный, потому что грудь расплющится, часть груди уйдет в подмышки, и когда вы ей пришлете новый бюстгальтер, он ей будет маленький. Поэтому бретели надо опустить и сделать замер по чуть опущенной груди, чтобы она не лежала у нее на животе, но в то же время была поднята. И сделать этот самый замер. Чаще всего самостоятельно бывает сложно. Если у женщины нет опыта в этом, она это делает в первый раз, то лучше, если ее кто-то проконтролирует. Я иногда прошу сделать фотографии, как она это делает, чтобы ее кто-то сфотографировал. Потому что иногда замеряют, знаете, пояс вот там, где-нибудь на спине вот так, идет под углом. То есть замер по фронтальной части и по спине должны быть параллельны. То есть это должно быть на одном уровне, без скосов. Как надеть бюстгальтер правильно? Для этого тоже нужна инструкция. Вот это 100%. Потому что не умеет половина правильно надевать бюстгальтер. Половина вначале застегивает на себе пояс спереди, а потом пишет, Татьяна, да я его провернуть не могу, о чем ты вообще? Не застегиваем мы бюстгальтер спереди. Мы вначале надеваем бретельки, наклоняемся, укладываем косточку под грудь, потом только застегиваем, регулируем бретели, запускаем руку в чашку, все вытаскиваем, укладываем всю грудь в чашку и смотрим. А не так, что мы застегнули спереди и начали его крутить. Это неправильно. Кто-то говорит, а я не могу назад руки закинуть. Значит, вам кто-то должен помочь. Почему брофитер работает в примерочной? Просто для того, чтобы даже помочь, посмотреть, что все сделано хорошо. Потому что в первый раз это может быть сложно. И, соответственно, если вы ей не расскажете, что ее ждет, скорее всего, что она у вас ничего не купит. Она посмотрит, да боже, да я не могу это на себе даже застегнуть. Я обычно в таких случаях, ну и смотря какие бренды, если я знаю, что, например, у бренда тугой пояс и в первый раз самостоятельно достаточно сложно, я всегда предлагаю удлинитель. Вы знаете, да, есть, ну кто-то их экспандерами называет, на два, на три крючка. Вот на первый раз, просто для того, чтобы хотя бы просто пояс застегнуть, а потом чашку уложить, посмотреть, как он смотрится, можно положить ее еще в заказ вот этот самый удлинитель. Это для бизнеса это мелочь, для клиента это может быть такой палочкой-выручалочкой, просто хотя бы даже примерить. И я прошу делать фотографии. Вот когда мы отправляем эти 5-6 размеров, она примерить должна все. Вы так ей говорите, меряем все. И смотрим, какой из этих размеров сел лучше всего. Вариант того, что вы с первой попытки попадете, ну сомнительный. Но есть шанс, что, например, ну то есть она примеряет, и, например, говорит, слушай, мне пояс сел отлично. Вот 70-й пояс в этой модели мне вот прям супер хорошо. Ну вот, например, мы определили мне стартовый размер там 70F, ну а чашка мне прям маломерит. Вот мне значит, что раз она маломерит, значит ей надо что, 70G? Все, становится понятно. Или наоборот. Например, по чашке вроде бы все хорошо, но она говорит, ну вот, а пояс как-то мне либо слишком туго, либо, например, ну как-то свободно. Значит, уменьшаем пояс, да, но, соответственно, вы же знаете, что если ты пояс уменьшаешь, то чашку надо увеличивать. Если ты пояс увеличиваешь, то чашку ты должен уменьшить, потому что наполнеемость зависит от пояса, потому что на самом деле в подборе чашка второстепенна, первостепенен пояс. И первое, с чего нужно начинать подбор, это с определения правильного пояса, потому что на него ложится вся нагрузка по поддержке груди. И это самое важное. И дальше у вас должна быть инструкция, как определить правильность посадки. То есть те самые контрольные точки, которые клиентка должна сама на себе проверить и сказать о том, что, блин, все село, классно, все отлично, грудь я руки поднимаю, грудь не выпрыгивает, край чашки из-под одежды не выделяется, четвертая грудь у меня сверху не наплывает, с бретельками у меня все хорошо, пояс мне комфортен, я его чувствую в первый раз, потому что пояс в первый раз чувствовать необходимо. Это как раз таки признак того, что он выполняет свою функцию. Когда спрашивают, есть такой частый вопрос, Таня, у меня бюстгальтер оставляет следы на теле, носки у вас тоже на теле следы оставляют, и это нормально, в этом нет ничего страшного. Это не должны быть какие-то кровавые следы или синяки, но признак того, что на вас надета эластичная вещь, это нормально. Сейчас, кстати, очень много всяких технологичных разработок и разные бренды предлагают бюстгальтеры, которые не оставляют следов на теле. Это супер, это классно, что это есть, но, к сожалению, размерный ряд этих моделей очень ограниченный. Я надеюсь, что технологии дальше пойдут и смогут придумать это и на размеры побольше, потому что сейчас это очень узко представленные такие модельки, но, тем не менее, это тоже есть, и вы это можете тоже себе взять в работу и на определенные размеры предлагать и говорить о том, что есть эта фишка. Собственно говоря, это, наверное, такое основное, что нужно знать для того, чтобы производить брофитинг правильно и качественно. И здесь может быть следующий такой вопрос. Это, а что делать? Ну, это же расходы на доставку. Здесь, естественно, вы определяете, как вы это будете делать. Будет ли у вас бесплатная доставка? Или же, например, если вы переживаете, то вы можете ездить сами. У меня был период времени, когда я год ездила на примерки сама. Для меня был страшный сон доверить эти 15 бюстгальтеров в курьеру, чтобы он вот этот мешок привез клиентке, она это все вот так вот сказала. О, боже мой, с чего тут начинать? Я приезжала сама и контролировала. Мне было важно, чтобы все было сделано верно. И только потом я стала отправлять с курьерами. То есть этот этап вы тоже должны пройти. От этого никуда не денетесь. Но вы для себя определите, как вы будете работать. Если вы работаете с курьерами, подумайте, у вас будет платная или бесплатная доставка? Я, например, делала таким образом. Если клиентка совершает покупку, то я денег за доставку не беру. Если она покупку не совершает, и я, естественно, ей об этом озвучиваю, то она оплачивает выезд курьера. Это абсолютно нормальная практика. В этом нет ничего страшного. Самые, наверное, такие страшные возражения, это что делать с Валберес. Когда там можно все заказать, хоть 45 штук тебе привезут, ты померяешь и можешь ни за что вообще не платить. В Валбересе нет брафитинга. В Валбересе нет рекомендаций по моделям. Консультанты Валбереса, вообще, по-моему, нет, они вам никогда не расскажут, большие мерят, малая мерят эта чашка, что вообще там происходит. У меня был момент, когда я тоже отрабатывала примерочный для Валбереса. То есть они приходили ко мне, мерили, говорили спасибо, я пошла, там куплю, там распродажа. На этот случай я вам рекомендую ввести оплату за услугу. Потому что вы оплачиваете аренду, вы тратите свое время. Если у вас наемные сотрудники, вы оплачиваете им зарплату. Это сразу отбивает желающих вас просто так поюзать. А если будет клиент, который ценит то, что вы даете, он оплатит вам услугу, даже если ничего не купит. И самое удивительное, что когда я ввела оплату за услугу, на нее стали записываться прямо отдельно, просто на услугу. И когда женщина понимает, что она в принципе может на стоимость услуги купить бюстгальтер, который вы ей примеряли, она чаще всего купит у вас бюстгальтер, чем просто заплатит полторы, две тысячи, или две с половиной, каждый определяет для себя сам, сколько это будет стоить. Она лучше купит это самое белье, которое вот сейчас здесь подобрано. Потому что вы же все прекрасно знаете, что женщины покупают на эмоциях. Как эмоции срабатывают? Это если она видит, например, какую-то красивую картинку. Я думаю, у каждой есть туфли, которые куплены, и в которых удобно только сидеть. Такие есть у всех, даже у меня. Такого не должно быть с бюстгальтером, что она купила просто потому, что ей понравился, как он красиво висит на вешалке. Ну что она его потом? В рамочку под стекло и на стену, что ли? Нет, конечно. Носить его надо. А она, например, не может его носить, потому что он красивый, но он дико неудобный. И, соответственно, конечно, когда женщина видит себя, то это стопроцентная продажа. Если она себе в нем понравилась, чаще всего они в нем и уходят. Вот этот выбрасывайте, я в этом так и пойду. Иногда бывает такое. Это часто срабатывает с теми, кто только начинает подбирать белье. Они вот так смотрят, например, на базу бежевую. Это чаще всего будет. Я этот бабушкин бюстгальтер в 50 размерах покупать не буду. Никто у меня его не купит. Это частое сопротивление у меня у партнеров. Я говорю, Татьяна, зачем вы мне положили вот это вот, на то, что смотреть невозможно. Оно же еще мягкое, бесформенное, на вешалке висит. А если это еще какой-нибудь 70к, это вот такой вот пояс, вот такая вот чашка. Боже мой, такие женщины, что есть в природе. Я говорю, слушайте, давайте вот просто вы начнете работать, и тогда все будет хорошо. Вы увидите, что на самом деле даже этот бежевый бюстгальтер, потому что на самом деле красота не в бюстгальтере, а в женщине, которая его примеряет. И ваша задача на самом деле продать ей саму себя в этом белье, а не само это белье. И вы работаете на самом деле не на продажу белья, а на повышение этой самой женской самооценки. Потому что если ей этот бежевенький бюстгальтер так нравится, и она себе в нем так нравится, она у вас потом все, что угодно купит. Но это же вот срабатывает вот этот женский азарт. Я не знаю, о боже. Чаще всего ты приходишь в магазин, на тебя есть что-нибудь одно. Ну вот я, например, могу прийти и мне скажут, девушка, у нас ваших размеров нет. Я больше в жизни никогда не приду в магазин. Мне с порога сказали, что я не соответствую стандартам. До свидания, товарищи. Соответственно, точно так же и здесь. Когда женщина находится в примерке, или она переписывается с вами онлайн, она чаще всего выдаст вам эту свою боль. О том, что, ой, у меня тут что-то не так, я такая нестандартная, а я такая неправильная, да на меня ничего не садится, да плечи-то у меня покатые, да круто, у меня большая, да я уже троих откормила. И вот она это вылетела. И я понимаю, что, боже мой, это ж сколько она магазинов-то прошла. И когда ты ей говоришь, да у вас все в порядке, мы сейчас вас переоденем, и я вам вообще рекомендую снять вот эту вот всю красоту, потому что обычно какой-нибудь там 8-10 этаж идет к бюстгальтерам с пушапом, где там максимальный размер, не знаю, там 70F, и ты говоришь, на вас этого нет, она следующая, на вас этого нет. Да что у вас тогда есть-то вообще? Поэтому, чтобы вот не было такого, вы вначале определяете размер, а потом показываете все, что есть ее размера, ее формы, и она из этого выбирает. И она понимает, что раз вы бежевый так хорошо посадили, и она в нем так прекрасна, как же она будет прекрасна во всех остальных моделях, которые вы ей предложили. И, собственно говоря, в этом будет успех вашей услуги. Я рекомендую показывать, то есть если вы работаете из региона или через социальные сети, показывайте белье на разных женщинах. У нас был такой момент, когда нам сказали, что у нас продаются бюстгальтеры только для большой груди. Хотя я могу сказать, что наш самый продаваемый размер по сети это 70F. Ну, как бы это девушка 46-го размера. Ну, это никак не 56-й. В моем понимании 46-й – это еще небольшой размер. Поэтому смотрите за вашим контентом, за тем, что вы показываете, рассказываете. Если вы свою экспертность продаете в аккаунте, то не делайте это только статьями про один лишь брофитинг. Как подобрать, как измерить. Нет. Делайте акцент на своем ассортименте. Рассказывайте, почему у вас такой портфель брендов, почему вы выбрали эти бренды, чем они вам, как эксперту, нравятся, какая у них особенность, какие боли, какие проблемы они закрывают. И именно это и продают, потому что вы никогда не знаете, что будет триггером. А триггером чаще всего бывает боль. говорить о том, что это красивый бюстгальтер из натуральных тканей, с ручной вышивкой, да плевать ей на это вообще. Надо сказать о том, что у тебя грудь будет высокая, декольте будет красивая, ты будешь выглядеть на 5 килограмм меньше. Вы про нее говорите, а не про бюстгальтер. И говорите глаголами. Это всегда побуждает к действию. У нас с вами еще 15 минут. Давайте мы с вами пообщаемся, потому что, я думаю, вопросы есть у всех. Кто-нибудь нам, Наталья, вот тут, вы мне нужны, я вас просто не вижу. Есть ли у вас вопросы, чтобы к вам подошли и дали микрофончик. Я бы ответила на ваши вопросы. У меня есть вопросы. Учитывая, что я занимаюсь графитингом, и в своем салоне я работаю в бюджете, сажаю, в бюджете, в бюджете, в бюджете, в бюджете, у меня вопрос по онлайн-пасаду. Как я должна работать с этим моментом, учитывая, что это такой, действительно, самый сложный момент онлайн-бюджетинга. Хороший вопрос, спасибо. Ну, опять же таки, здесь вам вот инструкции в помощь, чем они будут у вас более подробными, но в то же время простыми. Потому что все-таки профитинг — это не высшая математика, мы тут не ракеты в космос запускаем. Мне так сложно объяснить, что кости должны сидеть под складкой груди, что надо собрать всю грудь в чашку и распределить ее. Да, вот, кстати, у нас подошла Наталья. Распределить ее по чашке, да, так, чтобы не оставалось пустот. Но самое, знаете, что еще бывает основное, когда люди, женщины, примеряя бюстгальтер, не регулируют бретели. Вот на это надо особенно обращать тоже внимание, потому что от бретелек очень много зависит. И если они не отрегулированы, то вряд ли будет хорошая посадка. Поэтому напишите инструкции, просите фото-видео для того, чтобы проконтролировать и сказать, если вы увидели где-то пустоты, спросите, об бретельке вы отрегулировали, а вы достаточно хорошо собрали грудь, особенно сбоку, вот отсюда, в району подмышки. Все ли вы сложили в чашку без скалтера? Еще? Если еще у кого-нибудь. Подождите, сейчас мы давайте в микрофон, чтобы все слышали. то есть поближе к микрофону. Дим, взял погромче. Да, теперь давайте. То есть это должна быть видеоинструкция? Лучше да. Либо если это инструкция в формате, например, какого-то документа, то с фотографиями. В идеале так. И знаете, здесь можно еще тоже разделить, если, например, девушка стройная вам делает запрос, и на фотографиях у вас будет плюсовка, то, скорее всего, что это не зайдет. И наоборот. Поэтому здесь такой очень тонкий момент. Лучше и так, и так сделать. Потому что это разные целевые аудитории. Еще вопросы? Руки поднимайте, только девчонки. Так, недалеко. Пожалуйста. Татьяна, вы говорите, вам клиентки присылают фотографии. А что делать, если запрашиваешь размеры объемов, и клиент сливается? Это очень хороший тоже вопрос, потому что, знаете, есть женщины, у которых в доме нет сантиметровой ленты. И они иногда думают, о боже, это мне надо сейчас еще дойти в магазин за сантиметром, что ли. Кто-то говорит, а можно я себя рулеткой замеряю? Ну, разные бывают. Это абсолютно нормально. Я, на самом деле, рекомендую здесь выключить функцию Бога и перестать додумывать за клиента, и если она вам не отвечает в течение дня, напомнить ей о себе. Спросить, ну, у вас есть какая-то сложность? Ну, выяснить, что у нее. Действительно, сантиметра дома нет. Если сантиметра нет, ну, есть способ. То и рулетка подойдет. То и рулетка подойдет. Ну, на самом деле, нам же надо что-то, чтобы понимать, от чего исходить. Все равно будет размеров несколько. Я, на самом деле, всегда еще спрашиваю размер, который покупают в магазине. Просто обычный. Какой он был? Потому что чаще там становится понятно, плюс-минус, да, и по фотографиям становится видно, вообще замеры, как они актуальны. Ну, то есть, они приближены вообще к реальности или они действительно ошибочные. И здесь уже вы спрашиваете, если есть проблема с замерами, значит, прилагайте альтернативу. Либо рулетку, либо, я не знаю, берем веревочку, замеряем по веревочке, потом считаем по линейке. Ну, иногда ситуации разные бывают. Женщина может быть в разных ситуациях. Иногда человек может просто забыть. Но у меня бывает часто, я, например, с кем-нибудь переписываюсь или читаю какое-нибудь сообщение, мне в этот момент позвонили, я отвлеклась, потом был еще раз звонок, я снова отвлеклась, в конце дня, я уже и забыла, что что-то я там хотела. И вы обязательно сохраняйте переписки и обращайтесь снова к клиенту, спрашивайте, вам еще это актуально? Вы вообще хотите совершить покупку или это уже не актуально? Потому что вы на самом деле, вы не знаете, все ваши предположения это всего лишь предположения. А важно выявить. То есть, если клиентка вам обратилась, она же хотела, у нее была потребность, просто, может быть, ее отвлекли. И когда вы ей... Вот почему я говорю, не отправляйте длинный текст, потому что никто не хочет читать длинный текст. Вот была презентация, говорили, 400 символов. Это то, что читают. Вот в первых трех строчках, вообще в первых трех предложениях, которых вы отправляете, должна быть суть. Вот как-то акцентируйтесь именно вот на этих моментах. Тогда все будет нормально. Так человек будет реагировать. Если она написала просто, чтобы написать, такие тоже есть. Ну, просто это не ваш клиент. Вот и все. Еще вопросы? Да, пожалуйста, вот микрофончик. А вопрос по поводу этих 15 бейсгальтеров, которые мы отправляем. Финансовая нагрузка ложится все-таки на клиентку, то есть мы ей отправляем все-таки за какую-то предоплату, или же мы их отправили? Ну, смотрите, здесь все зависит от того, как вы работаете по регионам. То есть если это, например, ваш же город, я скажу про себя, как это было у меня. Если это доставка в Санкт-Петербург-Москва, то, и это курьерская доставка, то я предоплаты никогда не брала. То есть клиентка знает, что если она ничего не покупает, она оплачивает услуги курьера, то есть выезд его, и мне привозят все это обратно. Если это, например, какой-то удаленный регион, я говорю, что да, вы либо оплачиваете все эти 15, если она готова, но на удаленный регион я могу сказать, что 15 никогда не отправляли, мы обычно акцентировались на одной модели и отправлялись три бюстгальтера. То есть, но там, естественно, я там настаивала на фотографиях, на видео, потому что я всегда говорила, вот как вы сейчас отработаете такое качество, вы по итогу получите. То есть она же тоже прекрасно осознает, что для нее это тоже риск. Это риск для вас, и для нее это тоже риск. Поэтому взаимная такая ответственность у вас и клиента уберегает от ненужных трат. И в этом плане, конечно, сложно конкурировать с большими магазинами, но лучше, если вы это будете пробовать, чем по итогу это приведет к закрытию. На самом деле, это все нарабатывается. И да, вы берете предоплату за эти три бюстгальтера, и просто, если она покупает, она же с вами постоянно на связи, то потом вы просто либо делаете возврат. И я вообще рекомендую брать обратную связь. То есть вот если человек купил у вас дистанционно, вы его не бросаете, вы про него не забываете, а через какой-то период времени вы пишете, спрашиваете, а как вам вообще? Все ли хорошо? А вы вообще бюстгальтер носите? У вас еще вопрос? Давайте. Нет, это просто дополнение относительно Валдбереса. Валдберес с мая месяца ввел теперь предоплату. То есть вариант 10 бюстгальтеров заказать, померить и не взять, у них уже не работает теперь с мая месяца. Господи, какое счастье. Более того, у них пошли проблемы в том плане, что если у них каких-то размеров нет, они просто кладут то, что у них есть. И возвраты у них теперь платные. Замечательно. А пусть они дальше так работают. Да, у них это теперь с мая месяца такая. Ура! Теперь можно написать об этом пост. Вот, слушайте, это прям классно. Спасибо, я считаю, надо похлопать. Ну... Нет, я уже слышала, мои подружки говорят, что нет, платно, что заказали 15, надо все оплатить. Аллилуйя. Что-то есть вам сказать? Слава Богу. Нет? Все, решили уже вопрос с Валдбересом. Или мы все-таки еще потусуем в Валдбересе. Приятно, приятно, когда у кого-то что-то не так, а у нас получили конкурентные преимущества. У них возвраты платные. Возвратные платные это вообще... Девчонки, мы озолотимся хотя бы на это. Добрый день, у меня такой вопрос. Клиентка прислала свои размеры, я понимаю, что там размер 70H, но она пишет, что она покупает 75B. Фотографию отказывать она отказывается. как тут быть? Смотрите, вы все-таки, как сказать, короче, девочки, есть свобода воли, да? И это ее тело, и это ее ответственность, что она на свой 70H, о боже, у меня сразу картинки пошли, понимаете, носит 70B. Я вообще никогда никого не насилую. То есть я говорю, я профессионал. Я знаю, что вам это будет лучше, чем то, что вы носите сейчас. Я сейчас не об этом, я о том, что я не понимаю, что даже высылать. А что, высылать? Да. Так и высылайте, что вы сказали. Вы ей скажете, я отправила вам на примерку. Я, например, когда даже в оффлайне, вы думаете, они в оффлайне, что ли, не говорят о том, что они говорят? Говорят. Говорят. И она спрашивает, что вы сейчас на меня меряете? Я говорю, ну, бизгальтер. Размер не скажу. Ну, я говорю, не с ним спорю. Это нормально. Ну, а здесь еще, знаете, здесь есть моменты авторитета вашего. Можете, но я знаю, есть клиентки, которые, знаете, своим авторитетом кого угодно задавят. Как вы себя здесь поставите? Вот я иногда настаиваю. Я говорю, давайте вот, сделайте это, пожалуйста, для меня. Вот мы сейчас это померяем, я посмотрю, если мне это не понравится, я увижу, что фу-фу, а потом померяем то, что предлагаете вы. Ну, например, у меня 70 бы, вот даже в ассортименте нет. Там, к сожалению, я даже не смогу вам этого отправить. Но я вам предлагаю вот такие-таки варианты. И я, ну, я, честно, иногда беру на себя эти расходы. Но здесь надо смотреть, адекватный человек вам вообще пишет, потому что некоторые же специально это делают. То есть есть клиенты, которые даже предзаказы оставляют для того, чтобы потом не выкупать. Ну, вот я вообще рекомендую вводить там систему, например, предоплаты за предзаказы. Это сразу отсекает клиентов, у которых есть намерение у вас скинуть. Ну, что уж там говорить, есть такое, знаете, да, сделал гадость, сердце радости, есть кто-то по этому принципу живет. Поэтому, да, но вы отправляете то, что вы считаете нужным. То есть, если она вам не отправляет фотографии, вы так и говорите, я могу вам отправить то, что вы меня просите, но я за качество посадки ответственности не несу. То есть, если вы мне говорите, что вы меня слушать не хотите, и вы знаете лучше, чем я, окей, я сделаю так, как вы хотите, вы, но это будет ваша ответственность. И, соответственно, вы платите за все, что к вам едет, да, и возврата вы можете не принимать. Ну, здесь надо тоже, это очень тонко, вы прекрасно знаете, что дистанционные продажи есть срок возврата три дня, если белье не было в использовании, ну, купленное при дистанционной продаже. То есть, она может вам его вернуть. Да, понятно, но курьерские услуги, доставку оплачивает клиент, а не вы. И это абсолютно нормально, это, ну, вы же не можете только за одни прогоны постоянно платить. Поэтому здесь вы просто сделайте, как хочет она, это же ее выбор. Вы же со своей стороны все сделали правильно, вы же хотели, как лучше, вы отработали. Здесь же еще есть такой момент про этапы продаж. Нужно выводить клиента на отработку этих самых возражений. То есть, установление контакта, выявление потребностей, самая презентация, отработка возражений, закрытие сделки. Все стандартно, в онлайне все то же самое. Просто она, когда вот это что-то пишет, это ее незакрытые возражения. Ну, иногда бывает еще такое, я что, 40 лет на шубелье, что-то не знаю, какой у меня размер, что ли. Такое тоже есть. 80С, прекрасно, 80С. А еще я 80G вам положу, сейчас расскажу, как вы померите. Померите, пожалуйста, и фотографию мне пришлите. И она такая, ну, хорошо, ладно. Ну, когда вы ей можете объяснить, что не так, потому что такое тоже есть. Иногда, знаете, специалист начинает, у вас бейсгальтер неправильный. Все, у нее сразу защита срабатывает. В смысле у меня неправильный бейсгальтер? Я что, 20 лет неправильное белье, но что я же такая умная, там, доктор наук. И сижу в неправильном белье. А это чаще всего так и есть. Не знаю, я ответила на ваши вопросы? Благодарю. Спасибо. Ну что, у нас еще одна минута, есть еще вопросы? Нет? Больше вопросов нет? Я вас по... Есть? Вот микрофончик там. Давайте. У меня вопросик по корректирующему белью. Скажите, пожалуйста, Татьяна, легче это проходит? У меня не было опыта по онлайн-подбору корректирующего белья. Или это сложнее, чем онлайн-брофитинг? Это проще. Это гораздо проще. Если вы знаете марку, с которой вы работаете, знаете, как она подбирается, знаете нюансы, на какие размеры она хорошо отрабатывает, потому что, ну, нужно же понимать, да, что на 42-й бессмысленно продавать там какой-то корректирующий комбинезон. Это какая-то должна быть жесткая потребность в такой масштабной коррекции, да. И в то же время там на 58-й продавать какие-нибудь бесшовные трусики, которые при первой же посадке скатятся на талию, разрежут ее пополам, а она будет везде не ходить и вот это вот поправлять, ну, она вас будет, каждый раз будет вас вспоминать, говорить, боже, зачем мне это продали. Поэтому вы ассортименты по коррекции точно так же формируете, вы смотрите, какое белье для какого размера отрабатывает. Женщины в интернет-магазине точно так же покупают, она смотрит, ей чаще всего нравится девушка на этой картинке, а не белье. Она его не видит, она считывает, какая она классная в этих трусах, и она хочет эти трусы, потому что хочет быть такой же классной. Но вы-то должны понимать, что это там 58 размер, но она никак не станет 44 от этого корректирующего белья. И если вы ее переведете, объясните ей, что вот вы пришлете ей еще модельки и рекомендуете их померить и сравнить, потому что вот у этого белья плюсы в том-то, а у этого минусы такие-то, то чаще всего на самом деле женщины покупают то, что вы порекомендуете. И здесь гораздо проще отрабатывать. То есть если вы знаете размерность, понимаете, то попадание это не грудь уложить, знаете, это всего лишь трусы, боди, либо комбинезоны. Поэтому если вы хотите начать онлайн-продажи, можете начать их с корректирующего белья. Это на самом деле хорошо продается, хорошо отрабатывает, хорошо повышает средний чек, и в принципе все прибыль. Поэтому возьмите на заметку, если у вас в ассортименте, если у вас в магазине нет ассортимента корректирующего белья, то его стоит создать. И так, чтобы это отрабатывало на все размеры. Потому что 42 размер тоже рожает детей, и у них тоже может быть животик после родов. А они, кстати, иногда и хотят коррекцию от пятой до ушей. Знаете, есть же анекдот, да? Девушка до 48 размера, ой, я такая вся толстая, у меня тут жиринка, тут складочка, 54. Где купить леопардовые лосины? Вот, собственно говоря, исходите из этого принципа. У нас с вами вышло время, я вас благодарю за внимание, спасибо, что вы были такими активными слушателями. Я желаю вам процветания, пусть... Спасибо за прекрасную новость про Валберис, вы просто сделали мой день. Я думаю, не только мне, а всем остальным. Я вас благодарю, хорошей вам продуктивной работы сегодня. Это была Татьяна Закарова, у которой, знаете, мне тоже хочется у нее что-то купить, потому что она так эффективно рассказывает. Знаете почему? А потому что она в материале. Когда человек знает, это что-то говорит, это всегда так убедительно, друзья мои. Я все время за глубину и за знания, которые мы можем нести в люди. Давайте еще раз поаплодируем эту плакатенту Коколова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова